И это приведет к тому, что мы окончательно победим вопрос наркотиками в нашем государстве. Государству остается выполнить то, что обещано представителями этого государства, начиная от руководства и кончая Единой России, и вернуть норму ответственности за немедицинское употребление наркотиков, а на ее основе принуждение к лечению тех, кто отказывается от лечения. И таким образом вопросы с распространением наркотиков в принципе могут быть решены за полгода, потому что все-таки 99% распространителей наркотиков в школах, в младших классах это старшие школьники, сами же в это время являющиеся наркоманами. И двигатель у них очень сильный. Они сознают вред, который они наносят. Я знаю наркоманов, которые кончали жизнь с самоубийством, в раскаянии. И тем не менее они продолжают привлекать новых, потому что это те самые деньги на их собственную дозу, без которой они не могут жить. Это даже не бизнес, это выживание на этом уровне. Сколько слез я видел наркоманов, сколько самоубийц среди них. И статистика показывает, что наркомания смертельна не только потому, что она токсикационно опасна. 66% наркоманов совершают попытку к самоубийству. Почти 70% не хотят жить такой жизнью. Ну, наверняка нас сейчас смотрят телезрители. Кто когда-то либо пробовал наркотики, да, кто, может быть, возможно, даже их употребляет сейчас. Ну, возможно. Может быть, родители, которые страдают из них. Хотя те, кто употребляет, очень редко задерживают свое внимание. Уже редко, да. Но, тем не менее, да, то есть вот сейчас вы рассказали о самоубийствах наркоманов, да, то есть их слезы, то есть нежелание жить и вообще как-то существовать. То есть мы сейчас их запугиваем или даем им понять, что все-таки жить с наркотиками, это все же не такая яркая и интересная? Благодарю вас за это замечание. По инерции запугиваем. Но для того, чтобы реабилитироваться в этом, скажу, что наркомания излечима. И вот в виде открытия скажу вам, и для вас это будет откровение, и скоро, скоро, скоро это станет такой же аксиомой, как, допустим, каждый наркоман, это я написал в 93-м году, приобщает к употреблению наркотиков новых 15-17 в течение года. Так вот я вам говорю, что 25% наркоманов перестают употреблять, 25 из 100, перестают употреблять наркотики без какой-либо помощи. Просто осознавая, да? Причем это наркоманы, которые врачи отнесли бы к категории очень тяжелых, неизлечимых, 50%. Добиваются этого результата с помощью психологов, психотерапевтов, грамотных врачей, или путем прохождения социально-реабилитационных программ. Но что родителям делать? Как они будут рассчитывать, что его ребенок сам вылечится, или все-таки его вести и лечить? Ну, это не так сложно определить. Кстати, в этом отношении есть градация. За кем-то я высылал бригаду захвата по согласованию с родителями, а кто-то приезжал сам и говорил спасибо. И здесь достаточно широкий спектр. Владимир Иванович, у меня такой вопрос. Как заподозрить ребенка? Вот на что стоит обратить внимание? Когда начинать бить тревогу? Вот что в поведении ребенка? Поведение ребенка меняется очень быстро и резко. И это облегчает задачу родителей. Здесь есть социальные поведенческие признаки, такие как, допустим, казалось бы, ничего не значимые, новые слова, жаргонные. Нет еще клиники, нет выпадающих волос, изменения цвета лица, зрачков, следов от инъекций. Но уже есть по кайфу, торкнуло, на кумарах. Эти слова ребенок может услышать только от наркоманов. В первую очередь надо обратить внимание, что, может быть, ребенок еще и не употреблял, но рядом с ним те, кто это создает. Обращать внимание на окружение. Следующий признак – это изменение ритма сна, аппетита и настроения. В первую очередь настроение. Резкие колебания, беспричинные, не связанные с реальными событиями. Раньше ребенка расстраивала двойка, неудачное признание в любви или приводила в экстракт победы на соревнованиях. Ребенок совершенно неадекватен этому. Он не знает, что происходит в школе, во дворе с ним. Он может 10 часов просидеть, глядя в одну точку, но вернувшись с прогулки, метаться по дому, спрашивая, что надо помочь, хвататься за метло, за веник, за тряпку и прочее, прочее. И как бы имитируя какую-то деятельность. Скажите, это реакция на определенный какой-то наркотик или на все наркотики? В этой стадии практически на все наркотики. Ну, за исключением опиатов, морфия, которые нет. Морфия только на крыс и на лошадей действует стимулирующая. Ну, какие еще самые распространенные наркотики, которые принимают? Чаще всего первые пробы, это либо покурка анаши, и второе, третье, первое не дает никакого результата, или плохой результат, второе, третье покурка. Ну, скорее всего, внешне, если вы увидите этого человека, вы определите его как сумасшедшего. И поведение. Часто признак вот смех. Смех, забывание, начинается фраза продолжения другой, глупости какие-то, состояние тревоги им кажется, они не ориентированы во времени. Но такими они домой не приходят. Тех, кто им дал покурить, их удержат, потому что если тот явится домой, родители моментально прочитают, откуда он пришел и прочее. Ну, наверняка, это тоже момент какого-то отдыха, или, по крайней мере, развлечения. Вот, на что обратите внимание, родители? Сухость во рту и иголочные зрачки. Иголочные. Иголочные, не просто суженные, иголочные. Вот, сухость во рту, она сопровождается еще и резким снижением тембра голоса. Если у меня низкий тембр голоса, ну, я взрослый, а ребенок, который писклявит, и вдруг у него... Да, конечно. То есть, физиологические изменения. Физиологические, сухость, сухость изменения. Вот, и этих признаков достаточно, чтобы начать осматриваться вокруг. И, в первую очередь, нужно выяснить, с кем ребенок общается. То есть, круг его общается. Да. Екатерина, что-то хочет добавить? Что часто родители путают все вот эти признаки, которые перечислил сейчас Владимир Иванович, с признаками... Пубертатом. Именно, что пубертатом родственского периода. Потому что самая большая проблема родителей часто в том, что в их семье существуют идеи о том, что в нашей семье такого не может быть, что наша семья хорошая, наша семья...